Сегодня мы протестируем, можно сказать, уникальный автомобиль. Его родина Америка, производится в Таиланде, а в последнее время стал безумно популярен в России, настолько, что очередь на его покупку растягивается до года. Встречайте, пикап Mitsubishi L200. Меня зовут Сева Кущинский, вы смотрите Тест-Драйв. Этот пикап представляет гибрид недорожника и грузовика. Сперва трудно понять человека, решившего купить эдакое чудо, но, познакомившись с ним поближе, начинаешь понимать этих любителей реально больших автомобилей. На этой машине, как говорится, можно и в пир, и в мир, и в добрые люди. Для нашего человека пикап – это дешевый вариант полноценного внедорожника. Mitsubishi однозначно предпочли брутальности, стиль и дизайн. L200 перерос в свое утилитарное назначение. Его смело можно назвать ярким, красивым и современным. Автомобиль зализан со всех сторон, даже кузов округлой формы, что явно противоречит образу трудяги. Как и положено джипу, в автомобиле 2,5-литровый дизель, полный привод, пятиступенчатая механическая коробка передач, мощность 136 лошадиных сил. Думаю, что мало кто из мужчин останется равнодушным к такому дизайну, где вы найдете еще серийный пикап, который при появлении на дорогах вызывает неподдельный интерес и заискивающие взгляды. Этот кар выделяет своего хозяина из толпы. По сравнению с предыдущим кузовом, доступ на задние сидения довольно легкий. Но места все равно не очень много. Ну что ж, давайте прокатимся. Я очень комфортно чувствую себя за рулем этого отнюдь не маленького автомобиля. Это вполне городской житель. Кстати, теперь L200 выпускается еще и с автоматической коробкой передачи. В кузове L200 можно перевозить грузы массой до одной тонны. В эту весовую категорию попадает практически вся мототехника и даже рояль. Ну а если этого кому-то покажется мало, то нужно отметить, что L200 может тащить прицеп грузоподъемностью до трех тонн. Есть где разгуляться. На что способен L200 в городе, мы уже проверили. Но по-настоящему уверенно он должен себя чувствовать на непролазных дорогах, в грязи, в болоте или на снежных равнинах. Это отличный автомобиль для рыбаков, охотников, для всех, кто любит и ведет активный образ жизни. Но при всем при этом в нем нет нарочитой пикапистости. Вот где раскрывается весь потенциал пикапа. Лично у меня самые лучшие впечатления от этого автомобиля. На нем хочется покорять горы, ездить на рыбалку, охоту. В общем, просто отдыхать. Увидимся завтра на НТВ. Продолжение следует...